Телекомпания РТВА, Александр Пановов. Не работает. Так, сейчас. Да, постараюсь. Как эстрадное певце, надо прям в губы вставить. Я постараюсь. На сегодняшних переговорах поднимался ли вопрос Эдварда Сноудена, из-за которого Обама не едет в Москву, и в этой связи Вы согласны с утверждениями американских коллег, что сейчас, после этого отказа Обамы, стороны от перезагрузки дошли чуть ли не до состояния новой холодной войны? Спасибо. Вы знаете, я думаю, что всё то, что мы рассказали сегодня с Сергеем Кужегедовичем о нашей работе с Джоном Керри и Чаком Хейгелом, говорит о том, что у нас нет никакой холодной войны, наоборот, у нас самое тесное партнёрство и очень хороший потенциал для его укрепления. Сноуден – это аномалия, я считаю. Это как если… Вы знаете, вот наши коллеги-фотографы, они прицеливаются выступающих и ждут, когда выступающий почешется, чихнёт. И если после этой пресс-конференции всё, что узнает зритель и читатель, будет это вот одна фотография с чихающим Лавровым, или с Чешичем, с Лавровым, то это вот, наверное, будет самая искажённая картина того, что происходит. Сноуден – это эпизод. Мы все свои аргументы излагали давно, президент на эту тему выступал, на эту тему выступали и представители федеральной миграционной службы. Мы поступили в строгом соответствии с нашими законами и с международным правом. По-другому мы поступить не могли. Тем более, что у нас с американцами нет договора об экстрадиции, потому что они отказываются многие годы его с нами заключать. Но тема Сноудена сегодня упоминалась покасательной. И именно как эпизод, который, наверное, неприятен, мы понимаем, что здесь немало эмоций вокруг этой темы сконцентрировано, но как эпизод, который не должен и не может, и не в состоянии подорвать наши общие интересы, которые во многом совпадают. Это и в борьбе с новыми вызовами и угрозами, в деле обеспечения стратегической стабильности. Поэтому я не вижу каких-либо причин по итогам сегодняшней встречи, которые позволяли бы говорить, что наши отношения отброшены назад. Саммит отложен, вопреки тому, что пишет пресса, что он отменен. Саммит американская сторона отложила, перенесла. И я уверен, что то приглашение, которое президент Обама сохраняется, оно будет использовано. Вопрос двум министрам. По итогам состоявшихся у вас сегодня переговоров, как вы оцениваете, изменился ли уровень доверия между Россией и США на данный момент, если брать отдельно военно-техническое сотрудничество, имеется в виду планы на 2014 год, и если брать уровень и перспективы внешнеполитических контактов, также на 2014 год. Я отвечу очень коротко в своей части. У меня с государственным секретарем Джоном Керри давние отношения, еще в его бытность с сенатором, эти отношения доверительные, взаимоуважительные и профессиональные. Я исхожу из того, что необходимый уровень доверия существует. И сегодняшняя встреча это подтвердила. Но поскольку доверие, наверное, особо ценно военной области, Сергей Кузьмедович, может добавить свои впечатления. Это моя первая встреча, в случае, с моим коллегой. До этого у нас был телефон на общение, но я не почувствовал каких-то изменений в подходах к сотрудничеству с Россией, к военному сотрудничеству. Более того, мы обсудили ряд новых и, на мой взгляд, очень перспективных направлений в нашем сотрудничестве. Мы договорились о том, что мы активизируем контакты на уровне заместителей министра, это Миллера и Антонова. Мы договорились о том, что мы введем в практику проведение видеоконференций двух министров. Мы договорились о том, что мы посмотрим и сделаем более насыщенным наш план сотрудничества на 2014 год. Поэтому, если и как-то изменилось, то изменилось скорее в положительную сторону, и мы не видим каких-либо угроз. более того, могу сказать, что я, во всяком случае, не почувствовал каких-либо опасений по поводу наших дальнейших диалогов и по поводу того, что мы, говоря о исключительно военном сотрудничестве, мы видим и чувствуем какое-то охлаждение. Скорее наоборот, я думаю, что мы сможем в ближайшее время продемонстрировать это. Сергей Викторович мне пишет о том, что мы пригласили наших коллег на следующий год к участию в танковом биатлоне на их танках. Они с удовольствием это приглашение приняли. Более того, как и наши итальянские коллеги грозятся выиграть. Это уже, как говорят, немножко на десерт. Продолжение следует... Ms. Траекторайте Селкова shadow. Простите, какños, environmentalist. Простите по моему мнению на английском и арксенке. Не разvetickANO. Не раз الظлитик mean общее ответственность. Первое вопрос. Нет, вам не слышит 숙. Переводчики вас не слышат. The interpreter doesn't hear you. No, no, no. The interpreter doesn't hear you. Да я слышу. This is okay. Shoot again. Okay. President Obama says that Russia is trapped in a Cold War mentality, and the relationship is stuck because of that. What is your response since this trip to September is not viewed as a good use of the President's time? Clearly, Edward Snowden is impacting the U.S.-Russian relationship. So is it worth handing him over to help improve that? You know, we have to be bound by legal obligations. The actions which we have taken as regards Edward Snowden, they are rooted in the Russian laws and in our international obligations. By the way, I told John Kerry today when we were chatting informally that there is an international covenant on political and civil rights of 1964, I think, which the United States promoted and was negotiating very actively. And the covenant says that information, freedom of information is absolutely necessary, but it must be limited in certain cases, including public health, something else, and the reasons of state security. When this international covenant of political and civil rights was ratified by the United States, the United States made an official statement, which is part of the ratification package, saying that the United States does not accept any limitations, any exemptions from the freedom of information, including the limitations motivated by the that the United States of the United States. That's what we have on our hands. I said already that Edward Snowden did not overshadowed, did not overshadow our discussions. This was mentioned as a fact which we have on our hands. But the main discussion was about the issues on the agenda, which are of huge interest to the United States, to the Russian Federation, and to the entire world. And to say that this particular instance is a good reason for questioning the relationship, I believe is not wise. When John Kerry became Secretary of State and we met for the first time in his new capacity, we had a general discussion of how we are going to proceed in our relationship. And I remember very well what he said when we were saying goodbye. He said, well, I believe that we can make a difference in the Russian-American relations. Let's act as adults. And that's what we are trying to do. Because if small incidents become an impediment to everything else, I think it would be a very wrong politics and a very wrong policy. We have had a lot of Russians, you know, who we believe were unduly apprehended in the United States or by the United States in the third countries in violation of the consular convention and in violation of the treaty on legal assistance between us and the United States. And there are dozens of such people. And on each of these cases we make a point, we keep making a point, but we never say that unless you act as we please, we would not talk to you about Afghanistan, about missile defense, about anything else. Life is much more complicated than just somebody presenting an individual case as make it or break it for everyone. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I would like to move on to two already priceless topics. To the first question about anti-racet defense. You already said about our care, which we raise the minister. How the Americans are able to grasp our care? Are they ready against these care? и что-то делать для того чтобы снизить вот эту напряженность которая существует ну и второй вопрос про военные связи вот замечательное приглашение на танковый биатлон она звучала и в италии вот интересно вот любопытные детали они со своим танком приедут они не боятся застрять наших оврагах и и рыцарных со своим танком или все-таки они будут осваивать 90 это первая половинка такого такого вопроса а на запад 2013 были пригласили и приедут они не приедут и еще если можете какие-нибудь детали вот этого военно сотрудничество очень интересно начну с последнего вопроса мы действительно пригласили их на учение запад 2013 во всяком случае что будут представители от вооруженных сил соединенных штатов у нас сомнений нет и заинтересованностью это приглашение приняли в дальнейшем мы предполагаем и при других наших учениях также приглашать как минимум представителей затошата таких учений у нас предполагается много помимо плановых вы знаете что у нас вошло в практику проведения и внезапных учений проверок по поручению по команде верховного главнокомандующего и здесь мы видим конечно такое дополнительное образование мир доверия друг другу потому что мы проверяем это не потому что с кем-то собираемся воевать или через это кому-то посылаем сигнал о возможных угрозах а именно для того чтобы проверить боеготовность наших вооруженных сил посмотреть свои слабые места и может быть внести изменения то что касается танков но это это действительно такой надеюсь появится новый вид спорта как танковый биатлон надеемся во всяком случае то что касается привезут свое или будут на наших пока речь идет о том что каждый будет на своем но в конечно конечно но все это делаем для того чтобы и вооруженные силы соединенных штатов и италия германии приобретали наши танки т-90 если говорить о про я уже большую часть сказал о наших озабоченности мы это действительно диалог это не общение глухого с ним мы слышим друг друга и естественно вот тот 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 регулярные встречи между заместителями министра которые ведут это направление между миллером и анатолием антоновым они как раз и предполагают обсуждение вот всех тех рисков которые видит россия и надеемся что они будут не только услышаны но и восприняты во всяком случае пока мы находимся в такой довольно хорошей что ли стадии диалога надеемся так будет и дальше